Доброе время суток! Сегодня я хочу рассказать, как пользоваться шпатлевкой по металлу универсал 3 сила. На данный момент мне эта шпатлевка нужна для того, чтобы зашпатлевать ванну чугунную. Вот она, в принципе, тоже подойдет, поможет. Значит, еще состоит сама шпатлевка из 210 мг шпатлевки и вот такой тюбик 8 г отвердителя. Само по себе инструкции здесь нету. Тут есть надпись на разных языках о том, что об опасности, безопасности при использовании, сработать в печатках нужно, ну и так далее. Ну и единственная инструкция есть, вот видите, в картинках тока. Вот расшифровываю эту инструкцию. Вот рука из солнца. Это означает, что нужно оберечь от солнечного света шпатлевку. Дальше, видите, написано 100 мг на 2-3 г. То есть, на 100 мг шпатлевки 2-3% отвердителя нужно наложить. Дальше, ложим в течение 4-5 минут на поверхность. Время, видите, 20-30 минут ждем, когда высохнет. И вот дальше мы уже обрабатываем. Через полчаса можно обработать наждачкой. Наждачкой, ну а также, если есть какая-то болгарка, болгарка. И тут мы видим безопасность, что это пожароопасная штука. Вот, так далее. Расскажу, как пользоваться шпатлевкой по металлу. Открываем саму шпатлевку. Я открыл при помощи отверточки. Такая шумская отверточка. Поднимаем, открываем. Значит, сама шпатлевка. Работа, естественно, в перчатках. Хочу показать для наглядности примера, как наносить 2-3 миллиграмма на поверхность шпатлевки. Для того, чтобы приблизительно понять, сколько мы должны нанести отвердителя на шпатлевку, нам нужно в первую очередь выложить с шпателем количество шпатлевки, которую мы хотим нанести. Вот у нас столько составляет. Попытаемся двумя шпателями все снести. Приблизительно столько шпатлевки будет. Тут где-то грамм 50-60. Дальше делим массу на 5 шестей. Раз. Это 50%. Далее два. Это 25%. Потом эти 25% опять делим напополам. Три. Так, это 12%. 4%. Так, это получается 6%. Так, это получается 6%. И эти 6% делим тоже напополам. Ну вот, приблизительно вот столько отвердителя нужно нам добавить. отвердитель. Берем отвердитель и вот наливаем эту массу сколько у нас вот здесь. Ну, приблизительно это вот так вот. Столько отвердителя нужно смешать. Дальше это все опять замешиваем в одно целое. и перемешиваем это все дело минуты 3-4. так вот таким вот образом мы определяем сколько отвердителя нужно добавить на массу потлевки по металлу. Дальше берем фен и избавляемся от лаки феном. Наносим на эти отверстия шпатлевку по металлу. Разравниваем. Теперь ждем 20 минут и потом наждачкой начинаем защищать. Я взял наждачка по 80. Это наждачка для более точной зачистки и запищаем. Смешательно шлифуем, чтобы не было никаких царапин, трещин, какой-то и ружей и так далее. шлифуем. Далее глязь, которая осталась из подклевки убираем. На этом все. Если видео понравилось, ставим лайк и подписываемся на канал. Всего доброго, до новых встреч!